Братья Люмьер, Сергей Прокофьев, Эйзенштейн, Булата Куджава – эти люди внесли огромный вклад в развитие кинематографа. Участники фестиваля в своих исследовательских работах рассказывали о их жизни и судьбе. Мы рассказываем в нашем проекте о Булате Куджаве, о его творчестве, о фильме, в котором он сам снимался, для которых писал песни, также о его стихах и о его музыке. Мы пришли к выводу, что Булата Куджава очень сильно повлиял на музыку во второй половине 20 века, так как он ввел понятие авторская песня. Он написал, самый первый написал авторские песни, он ввел это понятие. Даже в европейских странах подобного рода песни стали появляться на 10-12 лет позже, чем в СССР. Значение музыки в кино велико, это понимали кинорежиссеры, и именно поэтому приглашали самых великих композиторов, которые могли без слов передать настроение картины и еще больше погрузить зрителя в образы. Очень разные сообщения детские, с демонстрацией отрывочков из кинофильмов, с игрой на инструменте, с вокалом. Ребята не только рассказывали о музыке в кино, но и исполняли фрагменты любимых песен. Так ученики Нарасановской школы говорили о творческом пути Акуджавы и блестяще исполнили его песни. Когда объявили год российского кино, то, конечно же, хотелось привлечь ребят. Вот именно к тому, чтобы работы носили такой синтетический характер, чтобы они могли показать свое умение пользоваться всякими средствами музыкальной выразительности, дальше средствами техническими, у которых огромное множество. И дети лучше иногда знают, чем мы, и дать им возможность себя проявить. Также к мероприятию художественное отделение школы искусств классика подготовило тематическую выставку. Фестиваль музыка в кино показал, что современных детей очень интересует тема создания кинематографа и его значения в современности. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.